Вторник, Москва, Русская служба новостей, микрофон Игорь Измайлов, Эдуард Лимонов здесь, в студии РСН, строго в 4 минуты, как всегда, по вторникам, Эдуард Вениаминович, добрый вечер. Добрый вечер, да. Не один сегодня вы пришли. Я пришел с книгой, которую я вам подарил, которая называется «Киев-капут», и на обложке вот, видите, что «Горит Майдан», да, и все такое. Это дневник, на самом деле, который я вел с ноября, и здесь вот все перипетии, известные теперь нам всем истории, и я горжусь тем, что еще в ноябре я говорил о том, что Украина непременно расколется, как минимум на две части, а то и более, и все это сбывалось, но я горжусь тем, что я предвидел многие события заранее. А как раз вот здесь и в Крым, Донбасс. Да, так, тут есть пять частей. Я удивлен, потому что это, в общем, новый жанр книги. Я уже одну выпустил, такую проповедь, а теперь вот «Киев-капут», посвященный вот как раз этой ужасной и прекрасной истории борьбы за независимость российских территорий от Украины. А почему спиной стоит? Ну, это ему же «Капут». На обложке. Да. Это же знаменитый памятник центра Киева. И этот дедек стоит со спиной, а внизу пылает пожар такой, как вы знаете, который имел место. Так что читайте. Спасибо, но в свете того, что события развиваются стремительно, видимо, будет и продолжение. Ой, продолжение есть. Я вот краем глаза шел сюда, через ваш огромный зал, и видел на плазменных этих телевизорах там какие-то жуткие события. По-моему, штурмуют президентскую администрацию в Киеве. Батальон «Айдар», что ли. Всяком, что такое месиво из людей. Будем надеяться, что будет Майдан номер какой-то, третий уже или четвертый. Да тут уже все по-разному считают. Ну вот, мы надеемся, что будет теперь переворот в обратную сторону. Раскоснулись темы Киева, тем более события там происходят в эти минуты. Давайте сразу с ней разберемся. Порошенко слетит, по некоторым сообщениям требует военного положения и еще чего-то. Порошенко самому как... Знаете, я не могу сказать, слетит ли он в этот раз, но я думаю, что он в ближайшее время слетит. Поскольку он от него требует... Часть населения требует войны, чтобы он победил. А другая часть требует, наоборот, мира. А он и не может победить одновременно. И мира нет. И поэтому, конечно, у него положение шаткое. Все, я думаю, большая часть населения сейчас винит лично его в том, что происходит. Что нет ни мира, ни победы. А это получается вообще какая-то украинская... Украинская, как это, даже так сказать, это вот у них... Какая-то кара над ним, что у них всегда на две части. Помните тогда, что Янукович на двух стульях сидел? Там вопрос был с западом, и русские... Слушайте, нет, ну у нас... А тут война... Ну, знаете, в нашей истории вспомним смутное время, там, 1613 какой-нибудь год. Ведь у нас тоже было. У нас в Кремле сидели поляки. Людоедство было, вы знаете, в Кремле. Чудовищные времена были. При Борисе Годунове были. В июле шел снег, были жуткие погодные условия, и урожая не было. Творилось черт знает что. Это вот божья кара, а может, не божья кара, а может быть, вот... Это еще и характер народа, сложившегося между... На территориях между двумя большими народами, великим русским народом и довольно могущественным в 16 веке польским народом. И поэтому украинцев, да, многое не задавалось. И так же, как у Польши не задалось, потому что она в результате оказалась между Россией и Германией. Это тяжело. Историческая судьба народа, который оказывается между такими огромными воинственными племенами, тяжело. К Польше вернемся, тем более есть новости всех этих дней. Давайте начнем прямо вот с последних вечерних новостей. Следствие изменило меру пресечения с ареста на подписку о невыезде жительницы Смоленской области Светлане Давыдовой, обвиняемой в госизмене. Адвокаты говорят о том, что... Я бы не сменил. Я считаю, что это под давлением либерального общественного мнения все-таки власть струхнула слегка. Я ни за что бы не сменил, потому что формально по всем параметрам она таки... С украинской стороной сообщала им сведения о передислокации не просто воинской части, но это же войска ГРУ, Главное разведывательное управление. Это еще отягчает. Потом по тем крупицам информации, которые вот я имею, я сегодня вот в «Известиях» была статья моя опубликована, даже по этим крупицам совершенно ясно, что она не раз связывалась с украинским посольством. Она собирала сведения и надеялась, что она... Даже у нее есть шпаргалка, я вот цитирую статью в «Известиях», ее шпаргалку электронную для себя, по которой она в разговоре с украинским посольством. Она там пишет, что репрессии все сильнее, и я не исключаю, что моя семья и я пострадаем, я хотела бы получить политическое убежище и так далее и тому подобное. То есть она, видимо, выцеганивала, выторговывала себе вот это политическое убежище в обмен на такую информацию. Ну, конечно, она наивная провинциальная дура, одновременно, и пользоваться телефоном для такой цели. И разве непонятно, что все посольства в мире прослушиваются везде, во всех странах, без исключения. А здесь, ну, вот тут вопрос просто, который бросается. Вы говорите о политическом убежище. А зачем человек, который живет в России, политическое убежище на Украине, который... Ну, просто, если взять сухо, экономические сопоставить... Ну, есть люди, и тут же не в этом дело. Тут есть люди, которые себя считают необойденными, да, так судьба их как бы не... Была к ним неблагосклонна вот в этой стране. А может быть, другой будет лучше. Она политически ангажирована вместе с сестрой, с мужем... С этим... Горлов его фамилия. Она состояла в КПРФ долгие годы. До 2010 года. Она выдвигалась кандидатом от КПРФ на местных выборах. Она не выиграла. Она писала даже какие-то доносы там на... Я видел это и в прессе, и повсюду. Это амбициозная женщина, которая пыталась... А ей, видимо, в конце концов, к ее 37 годам показалось, что ее здесь не ценят. И она решила искать, видимо, для себя и своей семьи другой судьбы в другой стране. Потом, знаете, там очень странная семья. Вот я сегодня прочел один из... Я об этом догадывался. Из этих семи детей трое детей. И они больные. Не знаю, какой болезнью. Но это говорил сам Горлов в одном из интервью. Я сегодня прочел. Они получают довольно существенную пенсию на этих детей. А трое детей от старшей сестры Светланы. А четверо детей от Светланы. Согласитесь, как-то не очень нормально. Там вот две сестры, общие дети. Ребенку вот этому двухмесячному у нее и дали имя Кассандра. Ну, я ничего не хочу сказать. Давайте какое угодно имя. Но семью... Одна из корреспондентов, по-моему, портала «Знак» побывала в городе, в Вязьме. И спрашивала о семье Давыдовых или Горловых. А ей сказали, а, это те, шведская семья типа. Ну, в общем, там какая-то странная, нравая и причудливая женщина сама по себе. И ее окружение тоже непонятно, насколько они все виновны или невинны. Я думаю, что она в конце концов будет осуждена так или иначе. Несмотря на то, что ее сейчас отпустили под подписку о невыезде. И я думаю, что наши ультралибералы, конечно, как всегда, борются не за то дело. Дело-то очень неприятное и мутное. И там измена есть налицо. А зачем тогда они это делают сейчас? Ну, слушай, во-первых, влечет вот это желание уязвить власть. Они же у нас такие ничегоки, безумные. Это не оппозиция. Это скорее как бы, ну, недовольные. Недовольные, конечно. И страшное вот это недовольство, они пытаются в любом случае найти какой-то предлог для этого недовольства, какое-то доказательство. Вот нашли Светлану Давыдову. Они не вдаются в подробности, виновна она или нет. Тут идет все по линии гуманитарных слез. Да, ну, ребенок, два месяца, бедная мать. В народе говорили, бедная мать обкаканной дети, извините. Вот так вот говорили. Но смеяться над этим не надо. Если материнство, то есть материнство. Но предательство Родины при материнстве тоже недопустимо. Эдуард Лимонов, в студии Русской службы новостей. Ваши вопросы на плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. Ужасная история. История неприятная, что вот у нас есть такие люди. И есть как даже не... В столице понятно, но вязьми, вязьми, Игорь. Без вопросов. Эдуард Лимонов, в студии Русской службы новостей. Эдуард Вениаминович, мы коснулись темы Украины. И в этой истории, и чуть раньше с событиями в Киеве, где штурмует Порошенко, накануне Захарченко заявил о том, что будет мобилизация. Но он сказал, что это не мобилизация, это вот такой сбор добровольцев. В общем, будет общая армия Донецко-Луганская народная республика, которая составит сто тысяч человек. Приступит к набору добровольцев уже в ближайшие дни. Потом их будет обучение, отправят в резерв сразу после обучения. И обязал жителей республики сдать незакон охраняющиеся у них оружие. Вот здесь два аспекта. Армия позволит отразить... Во-первых, получится ли собрать сто тысяч на армию? Позволит ли она уже окончательно закрыть вопрос с отражением агрессии? Мобилизацию надо объявлять было давным-давно. Сразу же, где-то в апреле, может быть, после того, как прошел референдум. Я имею в виду в Донецкой и в Луганской областях. И когда они стали республиками. Теперь-то уже все, кто смог, удрал. Трусы все удрали. А мобилизация же не предполагает... Мобилизация-то и есть подъем тех, кто... И призыв в армию тех, кто не идет добровольцы. А добровольцы и так уже воюют. Я думаю, это очень запоздалая мера. Ну, дай бог, чтобы она помогла. Я, как вы знаете, сторонник ДНР и ЛНР. И безоговорочный сторонник. Я хочу сказать, что хорошо бы им обратиться к русскому народу. Они же имеют дело с нашим государством. Но мне кажется, если они обратятся достаточно страстно и так уверенно. И скажут, помогите, русские. У нас здесь убивают ваших братьев, таких же, как вы. И помогите защититься от вот этих вот прикативших с Запада и из Киева убийц. И я думаю, что это достигло бы большого количества сердец. Большего количества, чем сейчас достигает. Вот надо проникновенно так вот как-то... Там же есть люди, которые по воле сердца, добровольцы. Ну, есть, но надо же, сто тысяч, знаете, там нет такого количества. И как они собираются, не знаю, что там, поскребать, соскребать по стенкам, что ли. Я вот, я считаю, что это имело бы смысл сейчас. Когда мы видим, как варварские опять их бомбардируют города. И опять гибнут в огромном количестве жители. Видите, Украина все-таки располагает огромадным до сих пор еще резервом человеческим. Подумайте, даже если отрезали Крым, Севастополь и часть Донбасса отошла, то все равно миллиона сорок два. Это огромное государство. Для примера, в Беларуси всего, по-моему, десять миллионов. В Финляндии это пять миллионов. В Греции это восемь миллионов. Вы представляете, Украина огромный потенциал призывников. Так или иначе, даже те, кто укрывается, но они могут каждый раз собирать тысячи людей. А все-таки меньшему по размерам восставшему Донбассу это будет очень сложно. Поэтому есть смысл обратиться, да. Что касается оружия незаконно охранящегося, это элемент строительства государства? Я думаю, что таким образом они пытаются бороться со всяким самоупрастом, с определенными там какими-то командами или компаниями мародеров, вот это все. Но, как вы понимаете, что такие люди не понесут свое оружие. Это, по-моему, везде все одинаково. Они не пойдут сдавать оружие. У них надо будет это оружие отбивать. А если придут какие-нибудь скрюченные деды и бабушки, найдя у себя в огороде оброненное вооруженными силами Украины оружие, это делу не поможет. Из тех событий, которые происходили за минувшую неделю, за минувшую неделю, пока мы с вами не общались, была информация и о дебальцевском котле, который вроде тоже то замкнулся, то туда поставлен. Вы знаете, ничего объективно такого не бывает. Только можно вот в студию закрыть дверь, да, совсем. И ясно, что она закрыта конкретно. А что такое котел? Это пространство, это там огромное количество километров, многие десятки километров. Там какие-то овраги, буераки, кусты, реки, ручьи, подвалы. И я считаю, что в общей сложности дебальцевский котел закрыт уже несколько дней. А вот эта вся история на выходных с минскими переговорами в пятницу, сначала прилетела делегация, потом в субботу, вновь было, потом развеление разных дебальцевского котла. Тем, кто стоит за спинами конфликта, очень хочется, конечно, чтобы он прекратился. И Европейскому Союзу хочется, и в сущности, и России хотелось бы, чтобы его не было. И они, безусловно, побуждают стороны конфликта. А Европейские Союзы, Соединенные Штаты побуждают к переговорам Украину, а Россия побуждает и ополченцев. На самом деле это напрасные усилия. Это вот, ну, не понимают. Или, может быть, понимают, но думают, а вось удастся. Это напрасные усилия, потому что интересы абсолютно противоположны. Ополченцам не надо сейчас мириться, когда украинские войска могут преспокойно обстреливать Донецк и Луганск. Им надо отодвинуть эти все границы до границ Донецкой и Луганской областей хотя бы так, чтобы артиллерия не могла достигать хотя бы столицу. Поэтому это интерес ополченцев. А интерес Украины вообще подавить ополченцев, чтобы их не было, и чтобы в Киеве бросали, что там, шапки, попахи, чепчики, бросали по бедоносным войскам, вернувшимся с Востока. Поэтому никакие минские договоренности, это из-под палки. Я же вижу, как они не хотят туда ехать, ополченцы не хотят. А Порошенко, когда, только тогда ему каждый раз нужны минские переговоры, когда идет большое наступление ополченцев. Тогда он готов, чтобы остановить. Заметьте, только что вы зачитали новость о том, что он требует дня тишины у Дебальцева. Какой умный. Какой обыкновенная такая ложь. Давайте остановимся. Не бомбите, не бомбите. А мы сейчас туда подбросим войско. А вы только не стреляйте. День тишины. Это имеется в виду прекратите орудийный обстрел вот этой дороги из Артемовска в Дебальцево, по которой идут подкрепления. Это здесь как та история, помните, когда в аэропорту ополченцы давали возможность ротировать. Это вообще история безумная, шизофреническая. Их бедняк заставили Моторола, боевой командир, должен был вот это вот все воплощать в жизнь. Какая ротация. Ну вы представляете Великую Отечественную войну. Какая ротация. Да в любой из другой войн. Какая может быть ротация. Где мы слышали о таком. Ротация имеется в виду. Давайте вы смените личный состав этой бригады, которая стреляет по нам, нас убивает. Мы сейчас пропустим свежих ребят. Это конечно ни в какие ворота не лезет. Эдуард Вениаминович, давайте по Польше. МИД Польши передал российским дипломатам сегодня ноту в связи с словами зам главы МИДа Григория Карасина в эфире Русской службы новостей. Он сказал, что глава МИД Польши, Грегош Схитына, покрывает позором не только себя, но и всю дипломатическую службу страны и всю политическую культуру Польши. А про Схитыну вы тоже не можете не знать. Я знаю, прекрасный человек, который сказал, что за свенцем освободили украинцы. А после этого он еще про празднование Дня Победы здесь сказал, что поддержал этого, поддержал президента своего и говорит, что Москва это... Почему-то мы так легко привыкли к тому, что Москва это место, где чтят окончание военных действий, а не Лондон или Берлин, где что было бы еще более естественно. Ну, а в чем-то он сказал, что непонятно, почему отмечают окончание войны, там, где она началась. Нет, я думаю, что этот человек, ну, невежественен первый, это точно. Я думаю, что вот про Украинский фронт он ляпнул, предполагая, что само название, вот первый украинский, это доказательство того, что там были украинцы. Это полное невежество. Я не знаю, ему, наверное, лет 45, да, он мог просто быть круглым неучим, да, и ничего не знать, и по истории у него была двойка даже в польской школе наверняка. А вот все остальное, это уже выглядит злонамеренно. Но в любом случае, я думаю, премьер-министр или кто, или президент Польши должны были все-таки убрать это позорище с дипломатического поприща, потому что никуда не годится. А на ваш взгляд, это его собственное мнение, или он транслирует? Знаете, я же с ним не знаком. Ну, как вы предполагаете? Я пытался всегда его вспомнить, его фамилию, и вспоминаю вначале скотина, а потом щетина, а потом неизвестно, щетина. Ну, я просто вот отношусь с огромным негодованием к этим людям, и это чувствуется вот в том, что я говорю. Я говорю ниже пояса, ну, а как еще сказать? Ну, мерзавец, что-то говорить. Эдуард Лимонов, студия Русской службы новостей. После информационного выпуска продолжим. Ваши вопросы на плюс 7, 925, 101, 107, 0. Это СМС. К концу обратимся к ним. Эдуард Лимонов, студия РСН. Эдуард Вениамин, чтобы закрыть тему Польши, давайте разберемся с... И здесь, в том числе, есть вопросы, касающиеся такого более глубинного понимания. Это вот братские... Ну, вот славяне вроде, и мы славяне. И почему так вот на протяжении многих веков странно складываются наши знания? Я уже говорил, что это братский народ, это не словосочетание из политического словаря. Это не политическое понятие. Это эмоциональное понятие. И... Ну, и что братский народ? Вот я наблюдал это в Сербии. Там плюс еще было огромное количество смешанных браков между хорватами и сербами. И все это рассыпалось в мгновение. Вот были братские какое-то время, а потом все стали враждебные. Это тут удивляться не стоит. Во-первых, элиты очень многое, очень большое значение. Играют роль такого детонатора. Элиты, как правило, стремятся, локальные элиты, стремятся к овладению властью. Это везде так происходило, заметьте. От Казахстана до после самоубийства Советского Союза мы видели, как все это. А элиты задают тон, а потом народы-то выступали за совместное проживание. Помните референдум 17 марта? И все это было попрано. Народные желания были нарушены, попраны, растоптаны. Элиты вели людей. Так значит, есть братский народ, если сам народ проголосовал на референдуме за то, чтобы жить одной семьей? Нет, в этом смысле в СССР было удобно жить, особенно окраином. Все мы знаем. Мы сразу возделывали, холили, лелеяли и поливали сразу 15 государств, получается, помимо РССР. Ну, потому что мы заботились, слушайте, была установка, обязательно публиковали книги на языках этих государств. Это была обеззалобка. Да, столько денег на это уходило, чтобы вырастить вот эти вот параллельно, все цветы, как потом Мао говорил позже, или в то же самое время, чтобы расцветали все цветы. Сейчас никому не нужно, знаете, вот в конце концов всех, я говорю сейчас о литературе в данном случае, вот литераторов мелких народностей, мелких языков там, литовских, латвийских, их не только вся страна знала, но как советских писателей, их покупали и за границей, печатали, не имели мировую славу. Вот сейчас они переживают действительно тяжелые времена, потому что вне контекста, они, представляющие там 2 миллиона людей, там 3 миллиона языки такие, они никому не нужны, они никому не известны. Вопрос по Украине, от которого мы немножечко отошли, но новости этого дня. Спрашиваю вас, Максим, довольны ли вы тем, что граждане России впредь будут въезжать на территорию России только по загранпаспортам, как вы относитесь к перспективе введения виз? На территорию Украины, видимо, довольны. Украины, да. Украины по паспортам. Слушайте, ну, вы хотите, чтобы я всем, как бы, все были бы довольны, все никогда не будут довольны. Это, конечно, по-моему, вот это решение, оно само собой разумеющееся. Рано или поздно Украина, которая кричит, что мы ведем против нее войну и до сих пор не ввела въезд по иностранным паспортам. Это выглядит очень странно. Так же странно, как и Россия, продающая уголь и газ в Украине. На мой взгляд, это тоже при том, что творится на Донбассе, это немыслимые вещи. Это современность, да? Современность. Ротация в Донецком аэропорте, ротация свежих убийц привозят. Одновременно уголь туда поставляют, газ поставляют, торгуются, говорят. И вот сейчас, наконец-то, ввели по иностранным паспортам. Не, ну, уголь понятно. У нас же электричество оттуда идет. Ну, понятно, все понятно, все можно объяснить. Но странно, понятно, но очень как-то пахнет нехорошо. Давайте к событиям нашим. Несколько заявлений Дмитрия Медведева. Вот сегодняшний Дмитрий Медведев считает, что Единая Россия должна взять на себя ответственность по наблюдению за уровнем цен в торговых сетях. Но там же было заявление, что если цены превысят 30% инфляции, то уже тогда будут на это реагировать. Ну, видимо, он решил загрузить Единую Россию работой какой-то. Потому что что-то мы действительно в последнее время, кроме крайне неостроумных проектов законов, отдельных депутатов, мы ничего выдающегося от Единой России не слышали. Может быть, они будут ходить с блокнотиками и контролировать в магазинах цены, а потом стучать куда надо. Ну, я стучать говорю иронически, потому что, в общем, конечно... А что государство само не может, минует чиновник, не могут установить какой-то определенный порог цены и сказать, вот это нельзя. Есть общемировая практика, когда приходится туго, вводятся фиксированные цены на основные продукты. Ни на люксовые, ни на какие основные продукты питания. Там, крупы, да, хлеб, молоко. Вот что-то какие-то вещи, которые позволяют людям прожить без особого ущерба для себя. Это что, для этого нужна Единая Россия? По-моему, это полнейшая ответственность правительства, возглавляемого Дмитрия Анатольевича Медведева. А вот смотри, что он говорит о возможности регулирования цен. Как раз то, о чем вы говорите. Медведев заявил о возможности регулирования цены, если они за месяц вырастут на 30%, за месяц и на 30%. Но при этом он напомнил, что в случае, когда государство начинает регулировать цены, то либо идет гиперинфляция, либо полки пустит, как было в Советском Союзе. Ну хватит заниматься, Дмитрий Анатольевич, Медведев или кто другой, там, премьер-медвест. Хватит заниматься этим. Уже понятно, сейчас у нас кризис, нас давят. Против нас ведется три войны, я говорил. Экономическая, горячая, информационная. Пора, ей-богу, обратиться к старым испытанным методам определенного народного контроля, каких-то элементов социализма. Надо раскулачить олигархов. Ну есть же, у них же столько денег, понимаете. Столько денег. И это вместо того, чтобы вот это вот собирать какие-то несчастные налоги с бедняков. Лучше уничтожьте посредников. Почему наш газ должны продавать посредники, которые берут с себя львиную долю, кладут в карманы? Почему нашу небо должны продавать черт знает кто? Хорошо, с этим разобрались. Национализацию даешь, национализацию, все станет на свои места. Пора сделать шаги, их придется сделать. Нас никто в покое не оставит. Социализация определенная, элементы социализма в нашем обществе неизбежны. Только не кричите дикими голосами сразу. Нет, не тот будет социализм. Имеется в виду, что в бюджет будут идти те деньги, которые сегодня идут в карманы сверхбогатых. Вот о чем я говорю. А из тех заявлений, которые делаются, будет то, о чем вы говорите? Элементы социализма? Я думаю, что для этого нужны другие люди. Другие люди на самом деле. Но мы видели необыкновенную гибкость нашего президента, который от жестокого либерального капитализма умудрился стать еще и таким национальным вождем во внешней политике. Ну, в конце концов, кто бы это ни сделал, если появятся элементы социализма и появятся элементы реального равенства в стране, можно только будет аплодировать, потому что кто бы это ни сделал, это сделано для блага страны, ее населения и родины. По ипотеке последние дни говорят о том, что нужно снижать. Все равно жадничают. Все равно не хотят раскурочить строительные компании, которые имеют такие баснословные прибыли. Боже мой. Говорят, что они не должны встать. Говорят, что не должны встать. Поэтому нужно что-то делать с апотекой, чтобы строительная отрасль не встала еще. Слушайте, по таким ценам пусть она встанет на некоторое время, а потом мы поднимем новую. Это же никуда не... Ну, куда это? Поколениями люди не смогут, если будут честно работать, не могут купить себе квартиру. Куда это годится? Это никуда не годится. Хрущев в Советском Союзе, который был беднее сейчас нынешней России. Цены на нефть были какие-то куриные. Вообще ничего не стоило. Он умудрился всех снабдить этими хрущевками, в которых несколько поколений людей счастливо прожили. Еще бы они стояли, если бы не стали наши рвачи и сверхбогатые строить на этом месте баснословно богатые дома, снося эти хрущевки. Для чего это было затеяно? Именно для этого сократили срок. Говорят, нет, они не годятся. Прекрасно они годились для того, чтобы вывезти много миллионов российских людей там, в этих гнездах. Мы уже разобрались. С ипотекой ждем пока. С ипотекой не надо. Они не понимают сейчас. Это идут какие-то рубкие сигналы. Знаете, как вместо того, чтобы столицу действительно перевезли и убрать из Москвы на какие-то свежие земли, они придумали, это полумера, треть меры, одна десятая меры. Они взяли, вот в Московскую область перенесли. Кто там сейчас? Какие там правительственные учреждения? Я пока ничего не знаю. Нет, не слышал. Не видел. Сказали, что никто не поедет туда. Ну так это что? Это имитация. Вот и Медведев сейчас занимается имитацией борьбы с кризисом и сценами. А на самом деле, я говорю, нужно вводить смело элементы социализма. Эдуард Лимонов, студия Русской службы новостей. Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Телефон прямого эфира. Он же номер для смс-сообщения. Очень много ваших вопросов. Мы постараемся к ним обратиться, наверное, чуть попозже. Сейчас информационный выпуск. После этого пока еще одна-две темы. И перейдем к вашим вопросам. И через сайт РусНовости.ру ваш вопрос направить. Там же можно позвонить в прямой эфир, в том числе используя скайп. Эдуард Вениаминович, еще один вопрос, касающийся наших взаимоотношений с ПАСИ. И перейдем к слушателям. Да. Вопросы, возможно, выхода России из состава Совета Европы на данный момент не есть актуальной для страны, заявил Алексей Пушков. Вся эта история, вы слышали, всю прошлую неделю продолжалась. И сейчас заявление... Наши взаимоотношения с ПАСИ. Как нам взаимодействовать, когда не получается? Слушайте, нельзя быть во всех организациях. Мы состоим в организации объединенных наций и так далее и тому подобное. Во многих организациях. Зачем-то состоим в ВТО. Непонятно, какое вот после санкций, например, которые против нас незаконным образом были введены. Какая наша роль в ВТО? Сейчас об этом все молчат. О, кстати, выгодный момент, выгодная минута уйти из ВТО, которые все в один голос годами. И я среди них, я говорил, что ВТО это гибель для нас. Гибель нашей национальной промышленности, все, что у нас осталось, сельского хозяйства и прочее, прочее. Вот сейчас давайте выйдем из ВТО к чертой матери. А ПАСИ, я не знаю, зачем они нам нужны. Ей-богу, вот не понимаю. Там же несколько институтов ПАСИ, ЕСПЧ, например, решение которого для нас обязательно по ЮКОСу сейчас. Ну, я знаю, да. Ну, и что вы хотите? Это, знаете, такая капитуляция, какая-то трусость такая. Давайте мы лишимся, как же, Верховного суда Европы по нашим делам. Не лучше ли стараться сделать так, чтобы у нас в стране был свой собственный и справедливый суд? Не ожидать арбитра, да, западного арбитра, который вот возьмет и что-то для нас решит. Предстрастного, предстрастного арбитра несправедливо. Эдуард Лимонов, в студии РСН. Ваши вопросы на плюс 7, 9, 2, 5, 101, 107, 0. Здесь спрашивают несколько вопросов, касающихся национальности. Тут вновь появилась инициатива о внесении национальности в паспорт, в Госдуму внесен соответствующий законопроект. Вот я сейчас нашел эту тему. Автором инициативы выступил членом Совета Федерации и так далее. Ну, в общем, это актуально, своевременно. Ну, насколько я понял, это добровольно, да? Ну, пока дискуссионно это в любом случае. Вообще-то говоря, наверное, если люди хотят, то не имеют права поставить. Я думаю, многие русские поставили бы. А я думаю, что и многие нерусские. С удовольствием таджики, узбеки, кто угодно поставили бы себе русский. Я как-то сидел в этом спецприемнике с парнем, а я был в Таджикистане в 97-м году. И я знаю типажи, да? И у него фамилия таджикская. И я ему говорю, у тебя отец таджик, а мать наверняка русская. Такой у него высокий, худой парень. Красивый, скорее, такой. Знаете, типажи эти, помесь вот таджиков с русскими дает очень хорошую расу такую. Он стал отказываться, я нет. Говорит он чистейший русский язык. Я говорю, да я ничего не сказал, я просто имел в виду, что у тебя отец, наверное, таджик. Он не... Я русский, я русский. Вот видите, он наверняка запишется русским. Это, конечно, и похвально тоже, да, чего нет. Плюс 7 9 2 5, 101 107 0. Давайте сначала телефон. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я из Москвы. У меня вопрос к Эдуарду. Да-да, давайте. Пожалуйста. Исторически так сложилось, что любое раскулачивание олигархов или сверхбогатых людей привод к революции либо гражданской войне не было исключением. Это вы говорите голословно, у вас нет ни одного примера, вы так говорите. Исторически сложилось. Я вас перебиваю. А я вас перебиваю, потому что уже вижу, что вы исходите из неверного посыла. Подождите, вы делаете какие-то популистские заявления о том, что во всем... А второе ваше... Подождите, давайте вопрос. А это уже обвинение. Вопрос. Вопрос. Конкретный вопрос. Вопрос. Кроме вот этих вот необразованных заявлений есть еще какие-то варианты, как можно поднять экономику. Все, спасибо. Поднять экономику. Поднять экономику. А необоснованные заявления. Я говорю, у нас кризис. Ну, необходимо вводить элементы социализма в России. И их введут. И вы это увидите. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Эдуард, скажите, пожалуйста. Вот Навальный объявил 1 марта «Крестовый поход». Как, пойдете? Поддержите? Ну, вы знаете, мое отношение к Навальному, по-моему, не требует доказательства. Я знаю... Вы знаете, самое интересное, что «Крестовый поход» объявил и Ходорковский. Ходорковский не может быть на этом «Крестовом походе», поскольку не может пересечь границу России в направлении Москвы. Его не будет. Навального тоже не будет, поскольку он под домашним арестом. Это вас он призывает. И, судя по вашему задиристому тону, вы пойдете. Ну, добро... Что сказать? Флаг вам в руки. Будете кричать там «Слава Порошенко» Украине, Соединенным Штатам. Кому там? Светлане Давыдовой. Статья 275-я. Голосование-то вот на радостях мы не запустили. 2-8-0-12-32. Это телефон для голосования, бесплатный. По итогам программы, если вы согласны, с Эдуардом Лимоновым в целом, по всему сказанному прямо сейчас набирайте. 2-8-0-12-32. 2-8-0-12-32. Если в чем-то принципиально расходитесь, то 2-8-0-12-33. 2-8-0-1-2-3-3. Если не согласны. Если поддерживаете Эдуарда Лимонова всеми руками за... 2-8-0-12-32. Смотрите, как интересно распределяется. 2-8-0-12-32. Да, да, но просто интересно. Это есть поддерживайте. 2-8-0-12-32. Нет, не поддерживайте. 2-8-0-12-33. Бесплатное голосование. Код города 495. И там, и там в обоих случаях. Республика СССР тоже вносили свой вклад в общий. Девятый. Здесь очень много сообщений. Слышали ли вы про альтернативный проект 28 панфиловцев? Вы же империалисты. Обратите внимание. Помогите парням снять фильм. Я должен еще помогать снять фильм. Может быть, мне кто-нибудь поможет писать книгу, книги. Профессионалы должны заниматься тем, что они делают. Спрашивает вас 7478. Кому выгодно военное положение на Украине? Будет ли оно введено? Антон подписался. Я не вижу какого-то особенного изменения. Если введет Украина военное положение, то я недостаточно знаю вот эти украинские скрижали, там, закона нового. Что оно дает конкретно? Ведь, собственно говоря, все, что Украина хочет, она и сейчас делает. Она обстреливает мирные города. Я думаю, что никакое военное положение не дает права обстреливать мирные города. Но вот они обстреливают мирных жителей. Ведет чудовищную блокаду. Помните, как они возражали даже против российских конвоев. Хотя, в конце концов, может, и капля моря. Но этой каплей хотя бы губы омочат тысячи людей. Ну, ведут себя бесчеловечно. А что может прибавить к этому военное положение, я не могу вам сказать. Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Ваши вопросы. Эдуарду Лимонову. Добрый вечер. Добрый вечер. Эдуард, меня не верит. Да, добрый вечер. Я хочу вас спросить. Я человек верующий. И хочу спросить, а какой у вас лично, какой у вас внутренний стержень? Вообще, что для вас истина? Ну, знаете, это мы на философском коллокеуме. Я надеюсь, я вас не обидел. Но, правда, это не совсем в темпе радиопередачи. Два восемь ноль двенадцать тридцать два. Поддерживаете Эдуарда Лимонова. Два восемь ноль двенадцать тридцать три. Нет, в чем-то принципиально расходитесь. Плюс семь девять два пять сто один сто семь ноль. Это телефон прямого эфира. Он же СМС. Добрый вечер. Ваш вопрос. Добрый вечер, Борис. Вопрос к вашему гостю. Я сразу предупреждаю. Не поклонник Навального. Никогда им не был. Но вот, читая живой журнал товарища Лимонова, создается впечатление, что я читаю дневник Сальери. Прав ли я? Прошу меня о проекте. Вопрос в этом вопросе. Знаете, я всегда считал себя... По-моему, вам изменяет выдержка. Вы изжираемы завистью и ревностью. Нет, нет, нет. Не переход на личности, мы вопросы. Мне выдержка, я не против перехода на личности. Мне выдержка намеренно изменяет, когда я хочу всю страсть выплеснуть. И вот как раз против Навального, два раза осужденного за мошенничество, я считаю, что он наносит огромный ущерб, в том числе и либералам. Я думаю, что чем раньше либералы откажутся от такого вождя и выберут себе кого-нибудь, ну, хотя бы не так запачканного и замазанного, тем лучше будет для них и для их дела. Потом, вы немного не понимаете табели о рангах, да? Я сейчас вынужден буду говорить о себе. Ну, все-таки все признают всемирно известный писатель. Там, не знаю, там книги на бесчисленном количестве языков выходят. И у меня... Моя репутация литературная вообще не атакуема сейчас. Ну, никто ничего не может сказать, да? И вы мне противопоставляете какого-то неудачливого бизнесмена, плохого мошенника и плохого политика. Какой политик сейчас в России в трезвом уме? И память, одну секунду. А в трезвом уме и памяти будут выступать против присоединения Крыма к России. Ну, я говорю, надо быть идиотом. Тотально неталантливым. Останавливаем голосование, много людей позвонил. 96% вас поддерживают, у 4% остались вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо вам, да. Всего доброго.